В МРИЛ с начала года возросло число аварий с участием автобусов и маршрутных такси. Водители пассажирского транспорта зачастую просто забывают об элементарных правилах поведения на дороге. Госавтоинспекторы с завидной регулярностью штрафуют таких нарушителей на приличные суммы. Однако уловы раз от раза не сокращаются. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Под пристальное внимание пассажирские автобусы и микроавтобусы в очередной раз попали не случайно. С каждым годом этот вид транспорта становится все опаснее. Лишь за первый месяц года в МРИЛ произошло уже пять ДТП с участием перевозчиков. Почти в каждом пострадали люди. Переломы, растяжения, ушибы и ссадины. Получили более десяти человек. Это, говорят госавтоинспекторы, резкий скачок. Рост по сравнению с прошлым годом 350%. Данные происшествия произошли в городе Ишкарала и Маркинском районе. Причинами совершения ДТП по вине водителей автобусов стали следующие нарушения правил дорожного движения. Это не выбор дистанции между транспортными средствами, не соответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигнал светофора и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Очередная проверка на дорогах не стала исключением. Практически каждая остановленная инспекторами транспортное средство перевозит пассажиров с нарушениями правил. Просроченная аптечка, неиспользование ремней безопасности, разговор по телефону во время движения водителя – лишь малая часть выявляемых нарушений. Где-то отсутствуют тахографы, фиксирующие скорость движения, маршрут, соблюдение режима труда и отдыха водителя. А у этой маршрутки неисправность запасного выхода. Случись что, пассажиры могут оказаться заблокированными в салоне транспортного средства. Не работают в установленном режиме, у него присутствуют конструкции, запорные устройства, эвакуационного выхода. То есть это нарушение у нас, за которое присутствует ответственность 500 рублей. Плюс будет административный материал собранный на должностное лицо. Оспаривать предъявленные сотрудникам дорожной полиции обвинения мало кто из водителей автобусов или маршруток пытается. Проскочить на красный, повернуть с полосы непредназначенной для такого маневра, на кон перевезти как можно больше пассажиров – у них поставлено все. Поэтому и штрафы водителей не пугают. Их они могут отбить всего за несколько часов работы. Лишь за три дня операции безопасный автобус госавтоинспекторы республики выявили порядка сотни нарушений. Рейды продолжатся до конца недели. Выпуск на линию осуществляют должностные лица, которые должны контролировать и техническое состояние автобуса, выявлять все неисправности. Если нарушение выявляется на маршруте и предусмотрено наказание для должностного лица, то составляется административный материал и на водителя. Если усматриваются признаки нарушения, составляется рапорт на должностное лицо с целью проведения проверки, выяснения всех обстоятельств нарушения. Не должны оставаться в стороне и сами пассажиры. Если вы видите, что водитель нарушает правила дорожного движения, ведет себя неадекватно, курит, разговаривает по телефону без гарнитуры во время движения, лучше незамедлительно позвонить в дежурную часть отдельного специализированного батальона по телефону 680970. Еще лучше, если нарушение будет зафиксировано с использованием видео или фото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok